Google выпустили очередное обновление для Android версии 7.1.2. Первая бета-версия уже доступна для телефонов Pixel и Pixel XL, для планшета Pixel C, для приставки Nexus Player, а также для Nexus 5X. Образа для Nexus 6P по какой-то причине до сих пор нет, но можно не волноваться, он появится в будущем. И ещё одна новость — официально прекращена поддержка Nexus 6 и Nexus 9. Версия 7.1.1 стала последней для этих двух устройств. Итак, что нового в обновлении? На самом деле мало интересного, для Pixel и Pixel XL — это исключительно исправление багов и повышение автономности. Что касается Nexus 5X, для которого доступна бета-версия прошивки, то там, помимо исправления багов, появилась ранее эксклюзивная фича из Pixel. Вы помните, что на Pixel можно делать так? Теперь так можно делать и на Nexus 5X. В настройках в разделе «Движение» появился соответствующий пункт. Приятно, что не обошли стороной. Будет ли такое для Nexus 6P пока загадка, так как прошивка ещё не вышла. И, возможно, именно из-за проблем с этой функцией. Что ещё? Теперь можно выбрать, где применить живые обои — на рабочем столе и экране блокировки, либо только на рабочем столе. Очень важно отметить, что на 7.1.2 Nexus 5X значительно прибавил в скорости и работает на уровне того же 6P. А ещё заметно подросла автономность. Как минимум, плюс целый час к работе экрана. Да и в целом телефон продолжает получать обновления. Он быстрый и довольно симпатичный, и за те деньги, которые просят за него — это настоящий алмаз. Полноценный релиз Android 7.1.2 для устройств Nexus и Pixel должен состояться в течение двух месяцев. Возможно, добавит ещё какие-то функции. Будем следить за этим. Другая приятная новость — Google Ассистент, видимо, скоро перестанет быть эксклюзивом для Pixel, так как он уже в самое ближайшее время появится в пакете Google Apps, за который платят производителем. А это значит, что в новых устройствах мы увидим ассистента, например, в LG G6. Ещё одна новость — официально прекращена поддержка Google Start. И это также может означать, что вскоре Pixel Launcher будет доступен для других Android-устройств. Но официального подтверждения тому нет. Но и это не всё. Уже совсем скоро обладатели практически всех Android Wear часов начнут получать обновление 2.0. Сейчас доступна пятая версия девелопера превью на Huawei Watch и LG G Watch Urban Second LTE Edition. Система полностью переделана внешне, все элементы управления, UI и так далее. По касанию на циферблат отныне ничего не происходит, а меню вызывается по нажатию кнопки. Если в этом меню удерживать приложение, оно добавляется в список избранных и закрепляется сверху. Следующее. По удержанию клавиши запускается ассистент. Прекрасно работает на русском. Ну и эта же единственная кнопка отвечает теперь за действие назад. Как же выключить экран на часах? Либо приложив ладонь, либо просто никак, он сам погаснет через несколько секунд. Если на главном экране мы листаем вправо или влево, у нас будут меняться циферблаты. В этом меню их можно и удалять. Ну и конечно многие давно ждали полноценную клавиатуру для Android Wear. Она уже здесь, со свайпом и рукописным вводом. Что касается уведомлений, то они никуда не делись и в целом имеют старую схему взаимодействий. Но смахивать можно в любую сторону отныне. Шторка с быстрыми настройками теперь одна, где сосредоточены все нужные тогглы. Ну и в целом, наверное, это всё. Android Wear 2.0 получит большой ассортимент часов, но не все. Допустим, первое поколение Moto 360 и LG G Watch обновление точно не получит. Неизвестна и судьба часов Galaxy Gear, а также Asus ZenWatch первого поколения. Нас ждут обновления и с этим всё прекрасно остался один острый вопрос. Когда в России запустится Android Pay? Это должно произойти в 2017 году, но вот когда вопрос остаётся открытым. Молы и Граны. Нет, это хорошо. До свидания. Адактор, ошибок с пробега. Нас ждут обновления и смысл. В России запустимы камень. Адактор, упомясья защитник. Уже подышите глаз. Уже поднимается революция. Продолжение следует...